Привет, ты на канале Арчаков Блог и в этом видео я тебе расскажу о том, как залить этот список задач на разные бесплатные хостинги Мы будем заливать его на Versal, это бесплатный хостинг, как и все остальные Netlify, Search, GitHub Pages и конечно же Heroku То есть мы попробуем взять вот это вот реакторское приложение, оно работает, то есть список задач, это можно выделять какую-то задачу, отмечать, что она выполнена, можно ее удалять и так далее Это все у нас пока хранится на компьютере Мы будем это заливать все на отдельный бесплатный хостинг, для того, чтобы потом показать это нашему работодателю или же там, например, похвастаться перед нашими друзьями, что мы запилили вот такое вот приложение Перед тем, как начать заливать наше приложение на эти бесплатные хостинги, нам сначала нужно установить Git То есть мы будем брать наше приложение, которое будет храниться у нас на компьютере и заливать его на GitHub Для того, чтобы залить его на GitHub, мы будем использовать утилиту Git Ну, скачать ее можно следующим образом Переходите в Google или в Яндекс В поиске пишите Git Download или Git скачать, в принципе, не имеет значения Переходите по первой ссылке Далее у вас откроется такая страница, выбираете Windows или там Mac OS, в зависимости от того, какая у вас операционная система У меня она в Windows После того, как произойдет полная загрузка вот этого приложения, когда она полностью скачается, вы уже открываете этот установщик При установке никаких дополнительных действий вам делать не нужно Просто нажимаете Next, Next, Next и до тех пор, пока полностью не пройдет установка В моем случае Git уже установлен и мне это делать не нужно В вашем случае такого предупреждения не будет И вы просто устанавливаете Git и завершаете эту установку После установки Git в Windows в пуске должно появиться специальное приложение, которое называется Git CMD В Mac OS, насколько я помню, в терминале будет доступна новая команда, которая называется Git В нашем случае я использую опять же Windows То есть я открываю пуск, пишу Git, потом выбираю Git CMD И у меня открывается вот такая вот консоль В этой консоли я могу уже писать там какие-то команды И они будут работать благодаря тому, что я использую Git CMD То есть мы сможем взять уже наш проект и залить его на GitHub GitHub нам нужен для того, например, чтобы потом поделиться нашим проектом Показать наш код там другому человеку или работодателю Потом, чтобы мы могли показать, вот мы писали вот такой вот код И благодаря именно Git CMD мы будем заливать на GitHub наше приложение Итак, после того, как вы произвели установку Git Вам нужно взять вот этот вот проект из моего GitHub профиля И его скачать себе То есть мы будем делать следующим образом Мы сначала скачаем на свой компьютер этот проект Чтобы он был только у вас Его мы зальем на ваш профиль То есть в моем случае я буду показывать, как свой профиль залить Но то же самое вы сделаете именно свой профиль Это нужно для того, чтобы в будущем, когда вы будете производить какие-то изменения в этом проекте В реакторском, неважно каком Вы смогли взять залить эти изменения Именно в Versal И Versal будет эти изменения обрабатывать И будет показывать именно эти изменения на отдельной ссылке, которая будет доступна любому пользователю Что мы делаем теперь? Мы переходим по этой ссылке Она доступна в описании, можете ее найти там Мы копируем вот эту вот ссылку Далее нам нужно взять и склонировать на наш компьютер с помощью git.cmd Мой проект, который есть у меня в GitHub профиле Я не знаю, где именно будете вы хранить ваши проекты Там реактовские и прочие Я предлагаю сделать следующим образом Создайте где-нибудь там диски C, я не знаю, где угодно Отдельную папку, где у вас будут храниться реактовские приложения И там какие-нибудь другие приложения, именно связанные с веб-разработкой В моем случае я храню себя в отдельной папке То есть в этой папке правой кнопкой мыши я открываю вот такое вот контекстное меню Далее нажимаю на git bash У меня открывается вот такая вот консоль В этой консоли я пишу следующую команду git clone Далее беру или вот эту вот ссылку, или вот эта вот ссылка в принципе не имеет значения Вставляю ее сюда правой кнопкой мыши Нажимаю enter Теперь у меня мой этот проект, который хранится у меня на GitHub Он будет заливаться к вам на компьютер в эту отдельную папку Если открыть эту папку, то мы увидим, что создается вот такая вот папка 29 августа То есть сегодня И этот проект вы уже можете там проверить Исходники какие-нибудь менять внутри у себя на компьютере Его запустить и сделать что-то То есть нажимаем правой кнопкой мыши Открыть с помощью код Если у вас есть редактор Visual Code Если же нет, то советую вам его установить Далее вам нужно открыть консоль Вы можете открыть с помощью Visual Code Или же в той же консоли, которая у вас открыта тут После того, как мы скопировали этот проект с моего профиля на ваш компьютер Давайте попробуем его запустить Что мы делаем для этого? Или же в Git CMD, или же внутри Visual Studio Вы можете запустить установку зависимости Давайте сделаем, например, это тут Для того, чтобы открыть консоль именно в Visual Code Нажимайте Ctrl и тильда То есть Ctrl и русская буква Йо Далее, тут у вас открывается вот такая вот консоль Я вот буду, например, писать все то же самое тут, чтобы вам было проще Именно в этой папке у меня есть проект ToDo React Мне нужно перейти в эту папку Я могу взять и написать CD ToDo React То есть теперь я уже нахожусь внутри именно вот этой папки ToDo React Вот этой вот Далее, что я делаю теперь? Я беру, очищаю консоль, чтобы не было никакого мусора И давайте попробуем сначала установить все зависимости нашего реакторского приложения То есть для того, чтобы запустить само реакторское приложение Нужно установить все там настройки, все библиотеки, все прочее-прочее Я пишу npm install И произвожу сейчас установку всех вот этих вот зависимостей После того, как произойдет полная установка Мы сможем только потом запустить наше реакторское приложение Именно на нашем компьютере После того, как прошла установка всех зависимостей Вам консоль выдаст информацию о том, что все ок Если же у вас произошла проблема в процессе установки зависимостей Повторите команду npm install снова Вероятнее всего, произошла проблема на npm серверах И может быть оказаться так, что какие-то зависимости не смогли до вас дойти Хорошо, теперь мы установили все наши зависимости реакторские и тому подобное Теперь давайте запустим наше приложение Внутри vs-код я в этой консоли пишу npm run start В итоге у нас запустилось вот такое вот приложение По вот такому вот адресу localhost 3000 И мы можем уже взять, произвести какие-нибудь изменения Мы можем написать что-нибудь, добавить новую задачу Если мы хотим, мы можем поменять заголовок Для этого я перехожу просто в код и пишу Мои задачи Сохраняем и видим, что изменения успешно отобразились Хорошо, с этой частью мы разобрались Но как теперь взять вот это реакторское приложение Залить его на отдельный бесплатный хостинг А потом уже взять и показать его там, например, своим друзьям или работодателям Как это сделать? Что мы делаем теперь? Мы берем, переходим в vs-код И вот этот вот проект мы должны залить в наш профиль Именно в наш гитхаб-профиль Мы переходим в github.com Далее, тут нажимаем на плюсик Создаем новый репозиторий В этом репозитории вы пишите то, что вам нужно Называйте его так, как хотите Давайте его назовем Todo React В моем случае Todo React есть Я пишу, например, Todo React YouTube Так как я вот записываю этот урок GitHub мне выдает, что такой репозиторий у меня отсутствует То есть, если я уберу YouTube, то мне будет ругаться Говорит, что у тебя есть такой репозиторий Из этого я пишу YouTube Хорошо, а теперь давайте создадим этот репозиторий В итоге мы получаем уникальную ссылку Такого вида Если у вас выводится такая информация Это значит, что ваш проект пока пустой В нем ничего нету Давайте сюда зальем вот этот вот проект Который хранится у нас на компьютере Который мы клонировали с моего профиля Закинули в ваш компьютер И теперь с компьютера зальем ваш GitHub профиль Берем вот эту вот ссылку Переходим в нашу консоль Далее нажимаете вот на эту штуку Она разделит вашу консоль VS Code на две части Если же у вас не получается, например, это сделать Можете с помощью GitBash это все попробовать делать Я нажимаю сюда Далее тут я пишу Git Remote Set URL Origin И указываю вот эту вот ссылку правой кнопкой мыши То есть с помощью вот этой вот команды Я сказал, что мне нужно именно по вот этому адресу Заливать мой проект Если же вы не укажете эту всю команду Вы будете пытаться залить проект на мой GitHub профиль Что у вас не получится Для того, чтобы его заливать в свой GitHub профиль Укажите именно вот такую вот команду Я нажимаю Enter Теперь давайте попробуем кроме смены заголовка В нашем приложении на мои задачи Поменять что-нибудь еще И это все залить уже наш бесплатный хостинг То есть в этом массиве я создам новую задачу По умолчанию Напишу Deploy React приложение И сделаю, например, ее true По умолчанию Сохраняю И вижу, что задача уже у меня отобразилась То есть если я перезагружаю приложение У меня она автоматически отображается Я могу снять статус, вернуть и все окей То есть теперь вот это вот приложение Мы должны залить к нам на GitHub профиль То есть вот этот вот репозиторий В моем случае это он Что я делаю Я перехожу в эту консоль И пишу Git add То есть все изменения я сначала собираю Далее описываю эти изменения Можете не писать Можете написать fix Можете написать что угодно Не принципиально Просто нужно описать, какие изменения вы произвели Сохраняем эти изменения Теперь давайте попробуем залить вот этот вот весь наш проект Который хранится в нашем компьютере На наш GitHub профиль То есть вот этот вот репозиторий Я пишу Git push origin master То есть я говорю, что мне мой профиль Нужно залить вот это вот приложение в ветку master В принципе, если вы не понимаете, ничего страшного Что такое origin master Просто выполните вот эту вот команду Отлично Теперь нам объясняется, что именно по этому пути Мы загрузили наше реактовское приложение Теперь в нашем GitHub профиле В репозитории Там, не знаю, как у вас будет называться Будет ваш проект Я перезагружаю страницу И вижу, что То есть минуту назад Я произвел какие-то изменения И теперь вот это вот все Мы будем заливать именно в Versal Теперь, когда наш проект залит в GitHub Мы можем нашим кодом поделиться там С друзьями или с кем-нибудь еще Но давайте мы возьмем этот проект И зальем его на бесплатный хостинг Чтобы потом этой ссылкой Нашим приложением поделиться с кем-нибудь еще Приходим на сайт Versal Начнем с него Далее нам говорят, что Типа ты можешь начать сразу же деплоить Если же вы тут не производили регистрацию То нажимаем на signup Далее выбираем один из способов Подключения к этому сервису В нашем случае это будет Подключение с помощью GitHub В вашем случае такое окно не должно отобразиться Так как вы впервые регистрируетесь Я уже тут зарегистрирован И просто нажимаю на логин Далее у вас откроется вот такая вот страница Просто нажимаете contune Если не хотите менять какие-нибудь настройки тут Мне тут менять в принципе нечего Отлично Теперь мы произвели регистрацию в Versal Давайте теперь возьмем React-овское наше приложение Которое хранится в нашем GitHub профиле Его перекинем в Versal Берем или отсюда ссылку Или же из адресной строки ссылку Переходим в Versal Нажимаем на эту кнопку contune Тут вставляем ссылку на наш репозиторий То есть в моем случае это ToDo React YouTube Нажимаю contune И все В принципе мне делать больше ничего не нужно Далее я нажимаю deploy Если я не хочу менять название нашего проекта Теперь мое реакторское приложение Заливается на Versal Автоматически Нам всего лишь остается ждать Когда реакторское приложение Уже склонируется в этот Versal Как мы делали git clone на нашем компьютере Сейчас он устанавливает все зависимости Которые нужны И когда полностью пройдет установка Нам удает вот такую информацию Что все отлично Мы можем взять и проверить наше реакторское приложение Просто нажимаем на кнопку visit Круто Теперь наше реакторское приложение Список наших задач Доступен по уникальной ссылке Этой ссылкой мы можем поделиться с кем угодно И показать там работодателю Нашим друзьям И сказать смотрите какой проект я замутил Все работает точно так же Как работает на нашем компьютере Мы можем написать там Тест И в итоге эта задача добавляется Можем ее удалить Все отлично Реакторское приложение Теперь у нас успешно доступно всем Также у Versal есть еще одна крутая фишка Теперь когда вы будете производить изменения В вашем репозитории в гитхабе Versal автоматически будет понимать Что сейчас произошло изменение И нужно приложение пересобрать По этой же ссылке Которая доступна в Versal Давайте попробуем это проверить Что я делаю В нашем компьютере Вот этой вот части Я попробую взять и написать Что мы хотим проверить Что действительно автоматическая сборка работает Я создаю новую задачу Проверка автоматической сборки И пусть будет false Например Сохраняю И вижу что вот Моя задача добавилась Но Именно Versal По этому адресу Она недоступна На компьютере я произвел изменения Но Как бы в Versal Эти изменения недоступны Как теперь взять И внутри Versal Эти изменения применить Все очень просто На этом компьютере На localhost Мы видим эти изменения Мы их теперь Зальем на гитхаб Гитхаб Поймет Что эти изменения Произошли А повестит об этом Версал Версал будет Пересоздавать Наше приложение По этому адресу Я пишу Все то же самое Говорю что я хочу Собрать эти изменения Описать эти изменения Ну Просто напишем Добавил Новую задачу Теперь Это все Пушу В мастер На этом все То есть Больше нам Ничего делать Не нужно Теперь нам остается Просто ждать Когда эти изменения Тут отобразятся Пока будет Три задачи Если зайти в панель Управления Версал То мы увидим Что сейчас идет Какая-то сборка Вот Она уже сейчас проходит Все вот Процесс начинается Если сейчас Перезагрузить страницу Именно По адресу Версал Мы увидим Что наша задача Новая добавила Теперь эти изменения Доступны на нашем Компьютере И доступны в Версал То есть Таким образом Вам больше ничего Делать не нужно Вносите изменения На компьютере Заливаете это все На гитхаб Автоматически Происходит сборка И вы видите По этой же ссылке Новые изменения Что очень удобно То есть Таким образом Мы залили наше приложение На Версал Теперь попробуем Залить приложение В другие сервисы С Версалом Мы разобрались Теперь попробуем Другие сервисы Примерно Которые работают Как в Версал Но может быть Каждый выберет Для себя что-то свое Посмотрим Нетлифай Как залить на Нетлифай Реакторское приложение Переходим в Google Далее выбираем Первую ссылку И дальше Точно так же Как у Нетлифай То есть Мы можем Авторизоваться Или же Зарегистрироваться Переходим в регистрацию Выбираем Способ регистрации Через GitHub Так как мы Уже зарегистрировались На GitHub После того Как пройдет Успешная регистрация Вы выполните Все настройки Там Если может быть Имя будет указано Введете имя У вас откроется Дэшборд То есть Панель управления Таких ссылок У вас не будет Это я уже там Давно экспериментировал Вам нужно создать Новый проект Именно Нетлифай Что мы делаем Нажимаем На New site from git Далее нам нужно Подключиться к GitHub Есть тут еще GitLab Bitbucket Но мы Находимся в GitHub Наш проект Находится в GitHub Нажимаем сюда Теперь после того Как мы нажмем на GitHub Нам нужно будет Войти в наш аккаунт Подтвердить Разрешить все доступы Потом Нетлифай Будет работать С нашим GitHub То есть Он будет знать Какие проекты У нас есть в GitHub Нам нужно найти Именно наш проект Который называется В моем случае ToDo React YouTube Я беру это название И вбиваю его в поиск Теперь выбираю Именно вот этот вот проект Далее мне просто Нажать Deploy Site Ничего В принципе тут делать не нужно Все за нас Автоматически будет Производиться Нам нужно просто нажать Deploy Site То есть Теперь нам уже Не нужно Опять устанавливать Git Не нужно опять Создавать GitHub проект Нам не нужно Это все делать В первом случае Мы просто разобрались Как работать с GitHub Теперь мы берем GitHub репозиторий Который у нас есть И заливаем его В Netlify Как мы это делали С Versal Именно вот этот вот статус Говорит о том Что наше приложение Сейчас собирается В Netlify И будет скоро Доступно По определенной ссылке После того Как приложение Успешно загрузилось На Netlify Было собрано Все завершилось Нам автоматически Выдается уникальная ссылка На наш проект Кликаем по ней И открывается Наш список задач В котором есть Все то же самое Что было в Versal И в нашем компьютере Таким же образом Как и в Versal Netlify умеет Определять Когда изменения Произошли В GitHub репозиторий То есть Теперь мы можем Взять И сделать следующее Добавить новую задачу Загрузили Проект На Versal И Netlify И ставим Статус True Сохраняем Заливаем Все на наш GitHub репозиторий Переходим Теперь На Netlify Перезагружаем Страницу И увидим Новый статус Который говорит о том Что сейчас идет Сборка И соответственно Мы видим наш Коммит Новая задача Которую мы описывали Только что Сейчас приложение Опять пересобирается То есть Опять устанавливаются Все зависимости Опять оно собирается И скоро Зальется по Этой ссылке Мы потом Сможем взять И проверить Когда наши изменения Будут действительно Приняты Netlify Автоматически Ставит статус Published Который говорит о том Что именно Вот этот вот Коммит Был Успешно залит По этой ссылке Теперь мы можем Проверить эти изменения Было у нас Четыре задачи Я перезагружаю Страницу Вижу Теперь пять задач Новая задача Появилась Теперь мы поняли Как загрузить проект На Версал И как загрузить проект На Netlify Это сделать Очень просто Просто Загружаем наш проект На GitHub Потом берем Эту ссылку Вставляем Версал Именно в Одно поле Автоматически Происходит сборка Выдается ссылка То же самое Происходит Практически В Netlify Никаких Магических Вещей нам Делать В принципе Не нужно Теперь давайте Проверим Другой сервис Он Отличается От Версал И от Netlify То есть В случае С Версал И Netlify Мы могли Делать Все В панели Управления Тут Мы будем Делать Все Через Командную Строчку Что мы Делаем Сначала Нужно Перейти На сайт Search SH В поиске Гугла Или там Яндекс Обиваем Search JS Именно Он так Почему-то Называется Переходим Сюда Далее У нас Открывается Вот такая Страница Нам Нужно Установить Вот эту Команду Глобально Для этого Мы просто Берем NPM Install Global Search То есть Говорим Что мы Хотим Глобально Установить Нашей Операционной Системе Search Именно Вот эту Утилиту Переходим Любой Терминал Или там Командную Строчку Далее Пишем Вот эту Вот Команду Нажимаем Enter Ждем Когда Search Установится На наш Компьютер После того Как Search Успешно Установился На наш Компьютер Мы можем Проверить Какие Команды Есть Search Для Этого В консоли Пишем Search И дальше Help Нам Уводятся Все команды Которые Доступны У этой Утилиты Теперь Давайте Попробуем Залить Наше Реакторское Приложение На Search Тут Есть Важное Примечание Search По Деплою Отличается От Netlify И Версал В случае С Версал Например Мы Просто Берем На нашем Компьютере Производим Изменения Заливаем Это Все На GitHub И Версал Автоматически Начинает Пересобирать Наш Проект В случае С Search Работает Все Немного По Другому Мы Должны На Своем Компьютере Собрать Вручную Приложение С помощью Определенной Команды И Залить Это Все Сами Что Мы Делаем Вначале Которая Будет Называться Build Пишем NPM Run Build И Нажимаем Enter В итоге Наше Приложение Должно Собраться И Должна Создаться Папка Build В этой Папке У нас Теперь Есть Все Статические Файлы Это CSS Это JS И Прочее Прочее То есть Теперь Вот Это Вот Все Вот Эту Папку Build Мы Должны Вручную Залить На Search Для Этого Мы Пишем Впереди Из Папки ToDo React В Папку ToDo React Build Я Пишу CD Build Теперь Нахожусь Внутри Вот Этой Вот Папки И Именно Вот Эту Папку Build Я Должен Передавать Search Если Вы Будете Находиться В Папке ToDo React И Попробуйте Задеплоить Ваше Реактовское Приложение В итоге По Определенной Ссылке Вам Выдаст 404 Ошибку Скажут Что Ваше Приложение Ну Недоступно Мы Должны Заливать Именно Build Мы Сначала Собрали Наше Приложение Папка Создалась Теперь Переходим В эту Папку И Пишем Search Далее Search Нам Говорит Давай Ты Попробуешь Войти Свой Аккаунт Или Попробуешь Зарегистрироваться Разницы Между Регистрацией Авторизацией В данном Случа Никакой Нет Если Мы Не Производили Регистрацию Просто Вводим Логин И Пароль Точнее Имейл И Пароль И Он Автоматически Произведет Регистрацию И Войдет Я Пишу Свою Почту И Свой Пароль В Утоге Мне Search Теперь Говорит Ты Успешно Авторизован Выбери Именно Проект Который Мне Нужно Отправить На Search Если Вы Успешно Указали CD Build То есть Перешли Папку ToDo React Build Путь Будет Указан Верно Нажимаем Enter Говорим Что Все Окей Далее Нам Search Говорит Выбери Домен Какой Ты Хочешь Использовать Для Своего Проекта Я Пишу React ToDo YouTube Например Назову Так Нажимаю Enter Мое Приложение Теперь Отправляется Именно На Сервер Search И По Этому Адресу Будет Доступно Давайте Это Проверим Перехожу Браузер И Вставляю Эту Ссылку И Вижу Что Мое Приложение Успешно Доступно По Этому Адресу То есть Теперь Мы Видим Что Вот Все Задачи Они Доступны Все Работает Нормально Задачи Мы Можем Добавлять Все Работает Отлично То есть Удаление Добавление И Прочее Прочее Работает Сначала Мы Установили Search Потом Написали Search И Сказали В какой Именно Домен Передавать Наш Проект После Того Как Он Успешно Загрузился По Этому Адресу У нас Теперь Работает Реакторское Приложение В чем Минус Именно Такого Подхода Кому То Минус Такого Подхода По Моему Мнению В том Что Каждый Раз Когда Мы Производим Какие То Изменения В нашем Реакторском Приложении Билд Перенести Search Тоже Вручную Версал Как я говорил Ранее Мы Просто Берем Пишем В нашем Компьютере Какие-то Изменения Отправляем Все На Гитхаб Версал Автоматически Пересобирает Приложение И По той же Ссылке Выводит Нам Актуальную Информацию То Можно Сделать С помощью Командной Срочки Это Случай Search Или Мы Можем Просто Передавать Все Версал Или В Netlify И Все Будет Происходить Автоматически Кому Как Теперь Давайте Попробуем Залить Наше Реакторское Приложение На GitHub Pages Это Тоже Иногда Бывает Удобно Когда Вот Например Мы Не Хотим Пользоваться Search Или Версал Или Чем Ничего И Нам Хочется Делать Все Внутри Гитхаба Мы Можем Сделать Так Что Теперь Наш Репозиторий Будет Хранить Также Наш Код Но Будет Еще Возможность Открывать Наше Реакторское Приложение Прям Внутри Гитхаба То есть Как Веб Страницу Именно Как Приложение Как Это Сделать Во-первых В вашем Репозитории В моем Случа Это Todo React YouTube Вы Переходите В Settings Находим Часть GitHub Pages Тут Мы Должны Поставить Мастер Нажимаем Save И Спускаемся Снова Вниз И File Package JSON После Private Свойства Private Мы Внизу Пишем Home Сохраняем С помощью Этого Свойства Home Page Мы Объясняем Что У Нашего GitHub Репозитория Есть Специальная Веб Страница Спускаемся Ниже Переходим В эту Часть Тут Мы Должны Создать Две Новые Команды То есть Тут У нас Есть Start Который Запускает Наше Приложение Например Build Который Собирает И Ниже Мы Должны Создать Два Новых Скрипта Первый Мы Назовем Deploy Он Будет Загружать Наше Реакторское Приложение Уже Собранное На GitHub Pages Далее Будет Predeploy Скоро Я Пишем Пишем Именно Вот Так Вот И Нажимаем Enter Именно Вот Эта Утилита Скоро Нам Пригодится Для Этих Скриптов Все Довольно Таки Очень Просто Нам Достаточно Настроить Просто Package JSON И Потом Использовать Только Одну Команду Для Заливки Нашего Реакторского Приложения На GitHub Pages Хорошо Утилиту Мы Установили Теперь Переходим Обратно Scripts Тут Мы Далее Указываем Флаг D То есть Именно Этот Флаг Будет Объяснять Что Сейчас Нужно Именно Деплоить Далее Указываем Что Именно Деплоить Указываем Папку Build Сохраняем Спускаемся Ниже Теперь Есть Команда Predeploy Именно Эта Команда Будет Запускаться До Того Как Произойдет Деплой На GitHub Pages Тут Мы Пишем NPM Run Build И Сохраняем И зачем Я написал Вот эти Две Команды Во-первых Эту Команду Мы будем Использовать Только Для того Чтобы Задеплоить Наше Приложение На GitHub Pages Вот Эту Команду Вам Использовать Не надо Команда Predeploy Нужна Для того Чтобы До Того Как Произойдет Деплой На GitHub Pages Сначала Собрать Наше Реакторское Приложение А потом Уже Все Задеплоить Мы Будем Использовать Только Вот Эту Команду Сохраняем Package JSON Теперь В нашей Консоли Мы пишем MPM Run Deploy То есть Объясняем Что MPM Должен Запустить Команду Deploy Которую Мы написали Тут Deploy В свою очередь Запускает Вот эту Вот Команду То есть Это Нужно Для того Чтобы Нам Вручную Все Не писать Каждый Раз Вот Эти Вот Команды Мы Просто Будем Сокращать Наши Команды То есть Вот Эта Часть До Вот Такого Названия И Объясняем MPM Запусти Deploy Команда Deploy Запустит Уже Вот Эту Команду Нажимаем Enter Перед Тем Как Произойдет Deploy Запускается MPM Run Build Если Спуститься В самый Низ То Мы Увидим Что Наше Приложение Успешно Собрано И В конце Пишет Publish Давайте Теперь Перейдем По этой Ссылке И Видим Что Сейчас У нас Просто Отображается Документация То Есть GitHub Pages Будет Нам Отображать Просто То Что Хранится В нашей Папке А Именно Readme То Вот Это Файл Но Мы Можем Заметить Что У нас Появилась Новая Ветка Которая Называется GitHub Pages Если Перейти Отсюда GitHub Pages То Мы Увидим Что Вот Эти Все Файлы Доступны В этой Ветке В Мастере У нас Сохранятся Исходники В GitHub Pages Ветке У нас Сохранятся Все Файлы Которые Уже Были Собраны То Есть То Что Хранится В Build Вот Это Вот Все Теперь Будет Храниться GitHub Pages Как Теперь Сделать Так Чтобы Вот Эта Вот Часть Отображала Именно То Что Хранится Тут GitHub Pages Переходим Настройки Помните Мы указывали Тут Мастер Теперь Вместо Мастера Мы должны Указать Что Есть Новая Ветка И В Этой Ветке Хранится Наше Реакторское Приложение Нажимаем Сюда И Нажимаем Save У нас Происходит Сохранение Изменений Теперь Переходим По Этому Адресу Нажимаем Обновить И Если У вас Отображается Все Реактор Ничего Страшного Просто Подождите Одну Максимум Две Минуты Гитхаб Обновит Свой Кэш И В итоге Когда Вы Опять Попробуйте Обновить Свою Страницу Через Одну Две Минуты Вы Увидите Ваше Реакторское Приложение Все Работает Точно Так Же То Мы Можем Добавлять Задачи Все Работает Отлично И Теперь Наше Реакторское Приложение Хранится В Этой Ссылке Теперь Если Мы Хотим Произвести Какие-то Изменения В нашем Реакторском Приложении Нам Уже Не Нужно Опять Настраивать Наш Гитхаб Пейджис Потом Опять Делать Вот Эти Команды Все Нам Достаточно Просто Использовать Команду NPM Run Deploy Давайте Попробуем Добавить Новую Задачу Переходим Localhost Далее Открываем Наш Проект И В нашем Массиве Добавляем Новый Объект Задачи Пишем Тут Загрузили Проект На GitHub Pages Сохраняем Все Теперь Смотрим Как у нас Это работает На Localhost Localhost Мы видим Что Отобразилось Загрузили Проект На GitHub Pages Давайте Просто Берем И Теперь На GitHub Pages Просто Пишем Команду NPM Run Deploy Наше Приложение Сначала Соберется А потом Задеплоится На GitHub Pages В итоге Мы видим Что Написано Published Это Говорит О том Что Приложение Было Залито На GitHub Pages Теперь Проверим Переходим На Наш Адрес GitHub Pages Перезагружаем Страницу И Видим Что Изменения Успешно Отобразились То Есть Те изменения Которые Есть Теперь На Нашем Компьютере Отображаются И По Этому Адресу Мы Можем Взять Эту Ссылку Перекинуть Кому То И Он Видит Уже Вот Эти Все Задачи Вот Эти Все Изменения То Есть Таким Образом Мы Смогли Понять Как Залить Наше Реакторское Приложение На GitHub Pages Тут Есть Один Ключевой Момент Если Индекс HTML JavaScript И Все Он Не Умеет Работать С Node.js Он Просто Отобразит Индекс HTML И В итоге Подгрузит Обычные JavaScript Файлы Все Не Более Если Наше React Приложение Работает Через Самописный Сервер На Node.js То Тогда Его Нужно Заливать На Heroku Что Мы Сейчас Скоро Изучим Итак Теперь Давайте Попробуем Залить Приложение Которое Работает Я сделал Кстати Отдельный Курс По Разработке Этого Интернет Магазина Можете Посмотреть У меня На Канале Оно Работает Следующим Образом У нас Есть База Данных То Есть Файковая База Данных Она Работает Через Библиотеку JSON Сервер Это Такое Node.js Приложение Которое Позволяет Создавать Что-то Вроде Рест Апи Только В локальной Части И Соответственно React.js Приложение Мы Попробуем Взять Этот Проект Залить Его На Heroku И Соответственно Запустить И Потом В дальнейшем Открывать И смотреть Что-то К сожалению Взять Вот Этот Проект Как я Говорил Ранее Залить На GitHub Pages На Versal Не Получится Они Не Умеют Запускать Node.js Что Мы Будем Делать Во-первых Переходим В Google В Гугле Пишите Heroku Далее Переходите По Первой Ссылке Теперь Нужно Произвести Регистрацию Переходим Sign Up И Вести Все Свои Данные Произвести Регистрацию Потом Зайти В свой Аккаунт Так Как Я Уже Тут Регистрировался Я Просто Войду В свой Аккаунт Когда У вас Откроется Панель Управления Она Выглядит Примерно Как Versal Или Netlify Но Тут Есть Некоторые Нюансы Которые Мы Сейчас Разберем Во-первых Нам Нужно Создать Новый Проект То Есть Так Как Мы Будем Использовать React Pizza Которая Работает Через Node.js Плюс React.js Мы Его Должны Создать В Heroku Кликаем На Кнопку New Create New App Далее Называем Наш Проект Я Назову React Pizza Test В итоге Heroku Проверит Можно Называть Так Отлично Тут Есть Два Способа Обычно Часто Используем Для Того Чтобы Залить Приложение На Heroku Первый Способ Это Использовать Их Утилиту Heroku То Есть Вот Это Вот CLI Вы Можете Взять Установить CLI По Этой Инструкции Или Посмотрите Ютубе Как Установить Я Скажу Вам Честно Самый Удобный Способ Это Использовать GitHub Что Мы В принципе И будем Кажется Удобнее Это Делать Через GitHub Как Мы Это Делали Случай С Versal И Netlify Так Как Я Уже Авторизован И Вошел Свой Аккаунт Через GitHub Внутри Heroku Вам Достаточно Нажать На То есть Вот Он Вы Можете Склонировать И Перекинуть Свой Профиль Как Мы Это Делали В самом Начале Я Просто Беру Нажимаю Connect То есть Теперь Я Уже Беру К Моему Heroku Проекту Подключаю Проект Из GitHub То есть Вот Этот Вот Проект В чем Плюс Именно Такого Подхода В отличии От Heroku Git Тут Примерно То же Самое Как С Версал Мы Просто Пушим Изменения В GitHub Heroku Автоматически Определяет Что Произошли Какие-то Изменения И Начинает Собирать Наше Реакторское Приложение И Запускать Node.js Приложение Что Мы Делаем Дальше Когда Мы Подключили Наш Проект Внизу Есть Кнопка Enable Automatic Deploys Эта Кнопка Нужна Для Того Чтобы Автоматически Собирать Наше Приложение Каждый Раз Когда Больше Тут Ничего Трогать Не Нужно Мы Будем Всегда Мастер Пушить Все Окей Если Вы Хотите Вручную Произвести Deploy Просто Нажимайте На эту Кнопку И Автоматически Будет Происходить Deploy Давайте Попробуем Это Сделать Нажимаю На Deploy Branch Внизу Появляется Консоль Которая Начинает Устанавливать Все Зависимости И Пытаться Запустить Наше Реакторское Приложение Snow Джесс После Того Как Все Зависимости Установятся Соберется Само Реактор Приложение И Все Остальное У нас Появляется Вот Такое Уведомление Что Все Окей Переходим Сюда В итоге Выводят Такую Ошибку Которая Говорит О том Что Приложение Не Получается Запустить Если Вы Хотите Узнать Подробнее Почему Это Не Работает Вам Соответственно Нужно Установить Heroku CLI И С помощью Команды Heroku Logs Tail Проверить Какие Именно Есть Там Ошибки Я Вам Могу Сказать Сразу Что Наше Реакторское Приложение Оно Просто Собирается И Нету Какой-то Команды Для Heroku Которая Говорит О том Что Нужно Запустить Сначала Node.js Приложение И Через Него Запустить Уже Реакторское Приложение Как Сделать Отображало Именно По Этому Адресу Давайте Вместе С вами Я Попробую Склонировать Этот Репозиторий К себе Компьютер Я Перехожу В свою Папку Отдельную Запускаю Git Bash Пишу Git Clone И указываю Этот Репозиторий Только Тут Я Называю React Pizza Deploy Так Как У меня Уже Есть Такая Папка Окей Теперь У меня Появилась Папка React Pizza Deploy У вас Она Может Просто Называться React Pizza Открываем Ее С помощью VS Code Или Вашим Редактором Теперь Давайте Установим Все Зависимости Нашего Проекта Npm Install После Того Как Установились Все Зависимости Нашего Приложения React Pizza Мы Теперь Должны Просто Попробовать Запустить Хотя Б Его У Себя На Компьютере Как Это Сделать В Моем Случа Именно В React Pizza Переходим Package JSON Ищем Scripts Тут Есть Две Важные Команды Для Того Чтобы Сначала У себя На Компьютере Запускать Именно React Овское Приложение И Один Json Сервер Потестить Что-то Там Поменять А Когда Мы Действительно Убедимся Что Все Окей Все Нормально Работает Именно Вот Это Приложение Связки Snow JS Мы Будем Заливать На React Реакторское Приложение У меня Открылось Но Пиццы Не Подгружаются Дело В том Что Мое Приложение Начинает Обращаться К Node.js Приложению То Есть JSON Сервер И Для Того Чтобы Его Запустить Я Пишу Команду NPM Run JSON Server Теперь По адресу Localhost 3001 У меня Работает FakeVJSON Сервер То есть Именно Там У меня Хранится Вся Моя База Данных Теперь Если Я возьму Перезагружу Страницу То Мы Видим Что Все Работает Успешно Пиццы Отображаются Что Фильтрация Работает И Сортировка Тоже Работает Все Работает Отлично Окей Мы Поняли Что В нашем Компьютере Все Работает Прекрасно Но Как Теперь Взять Вот Это Залить На Хироку Сделать Так Чтобы По Какой Уникальной Ссылке У нас Работало Приложение В связке С Node.js И React.js Давайте Я покажу Что Я Сделал Открываем Файл Server.js Это Node.js Приложение В нем У меня Импортируется Сам JSON Сервер Далее Указываю Что Мне нужно Взять Именно JSON Всю Мою Базу Данных Потом Которая Хранится В папке Build Вот Эта Часть Нужна Для Того Чтобы Хироку Автоматически Смог Свой Порт Передать В Эту Переменную Порт Если Мы Будем Работать Именно На Нашем Компьютере То У нас Будет Запускаться По Порту 3001 Именно Случай С React Пиццей Я Использую JSON Сервер Возможно У вас Будет Там Express Co Или Что Нибудь Еще Можете Посмотреть Отдельные Уроки По Этой Части Возможно У вас Будет Сервер Там На Express Или Ко И Для Того Чтобы Запустить React Приложение Для Того Чтобы Отдавать Статику Там Через Express Например Вам Соответственно Нужно Ее Прописать То Есть Сказать Что Express Будет Там По Определенному Адресу Передавать Какую Статику Сделать Это Очень Просто Просто Можете Забить В Гугле Express Static И Все Там Примерно То же Самое Можно Сделать С Экспресс Не Думаю Что У вас Оставит Труд Передавать Им На Статику Дальнейший Запуск Например Express Приложение Будет Примерно Таким Же Как Мы Будем Запускать И Реакторскую Пиццу Далее Я Говорю Что Мне Нужно Подключить Саму Базу Данных Потом Запустить По Определенному Порту Мое Node.js Приложение И Мы Знаем Что Хироку Будет Задавать Этот Порт Сам Если Мы Его Конкретно Не Укажем Ок В Принципе Это Приложение Я Уже Залил На Хироку Как Мы Это Делали В самом Начале Но Наше Приложение Не Работает То Есте Вы Дает Ошибку Как Это Исправить Дело В том Что Хироку Не Знает Какой Именно Node.js Скрипт Нужно Запускать Да Мы Создали Файл Server.js Но Хироку Об этом Ничего Не Знает Мы Должны Ему Объяснить Что Именно Server.js Нужно Запустить Создаем Специальный Файл Который Называется Proz File В Этом Файле Мы Пишем Что Когда Хироку Будет Полностью Собирать Все Приложение В В итоге Нужно Запускать Файл Server.js Пишем Web И Указываем Что Именно Node.js Должен Запустить Файл Server.js Благодаря Именно Этому Файлу Хироку Поймет Что После Сборки Реактовского Приложения Нужно Запустить Node.js Сервер И Вот Это Все Мы Заливаем На GitHub GitHub В своем Случа Оповещает Хироку О том Что У него В репозитории Произошли Изменения И Пересобирается Снова То есть Я просто Беру Все Изменения Заливаю Их На GitHub Обычным Способом Git Push Origin Master Это Все Заливается На GitHub Если Теперь Зайти На Наш Проект Хироку Зайти Во Вкладку Overview И Видим Что У нас Опять Пересобирается Наше Приложение Нажимаем На Эту Ссылку Обычно Установка И Сборка Приложения Проходит В среднем Ну Максимум 2-3 Минуты В итоге Нам Выдают Информацию Что Приложение Было Успешно Задеплоено То есть Пишет Build Finish Давайте Возьмем И перезагрузим Нашу Страницу Если Теперь Зайти По Адресу React Pizza Test Heroco App Мы Видим Что У нас Загружается Наше React Pizza То Есть Как И Фильтрация Работает Отлично Так И Сортировка Работает Если Мы Делали У Себя На Компьютере То Есть Таким Образом Мы Смогли Разобраться Как Взять Наш Проект Который Работает Связки С Node.js Плюс React.js Залить Его На Heroco И Отобразить По Отдельной Ссылке Резюмируя То Что Мы Сделали У У Нас Есть Отдельный Node.js Файл Вот Он В нем Используется Специальная Библиотека Которая Называется JSON Сервер Она Создает Файковую Базу Данных Которая Нужна Для Вашего React.js Приложения Если Вам Это Необходимо В итоге Я указал Что Всю Статику Нужно Искать В Build Далее Указал Именно Для Heroco Что Порт Ты Можешь Задавать Или Тут Или Я Буду Использовать 3001 И Соответственно Запускать Node.js Приложение В итоге Когда Heroco Будет Делать Деплой Он Сначала Соберет React Приложение Когда Он Соберет Его Полностью Все Завершится Он Поймет Что Нужно Смотреть Prods Файл В Prods Файл Говорится Что Нужно Запустить Node.js Приложение Server.js Server.js Запускает JSON Сервер Говорит Статика Хранится Тут И Запускает По Определенному Порту Наше Node.js Приложение В итоге Когда Мы Будем Открывать По Этой Ссылке Нашу React Пиццу Или Другой Проект Он Будет Запускаться Благодаря Именно Node.js Приложению То Есть Вот Эта Часть Это У Нас Node.js Приложение Который Знает Что Вся Статика Хранится В Папке Build И Мы Уже Можем Не Писать Тут Build А Просто Обращаться К этому Reversal И Netlify Идеально Подойдут Для того Чтобы Деплоить React Приложение У которого Нет Логики Связанной С Node.js Search Например Хорошо Подходит Для того Чтобы Публиковать Лендинги Или Что-то Вроде Реакторского Приложения Которое Мы Собирали Уже У нас На Компьютере GitHub Pages Тоже Работает Примерно Как Search Нам Нужно У себя На Компьютере Собрать Реакторское Приложение Ну Или Например Какой Лендинг И Его Запушить На GitHub И В итоге Мы Увидим То Что Мы Собирали У себя На Компьютере Heroku Идеально Подойдет Для Того Чтобы Использовать Серверную Часть И Клиентскую Часть То Есть В Случай С React Pizza У нас Используется Node.js И Без Node.js React.pizza Работать Не Сможет Потому Что Ей Нужна Фейковая База Данных А Она Работает Только Через JSON Сервер Соответственно Для Того Чтобы Запустить Node.js Приложение Именно Это JSON Сервер Мы Должны Все Залить На Heroku Heroku Будет Собирать Наше Реакторское Приложение Сохранять В папке Build А Потом Брать Node.js Приложение И запускать Его Который В свою очередь Будет Знать Что В папке Build У него Хранится Вся Статика Которую Он Будет Отображать Уже На Главной Странице То Есть Таким Образом Все Это У нас Будет Работать На Этом Принципе Все Если У вас Есть Какие-то Проблемы Которые Будут Возникать С Деплоем Или Будут Возникать Вопросы Задавайте В комментариях Постараюсь Ответить И Желаю Удачи